В этом году мы хотели бы выступать руководитель всего европейского офиса компании, и мы хотели бы рассказать о определенных и позитивных изменениях компании, связанных с тем, что она будет уделять еще больше внимания потребностям пользователей ее технологий и ее продуктов. Я хотел бы очень коротко рассказать, хотя люди подходят, но тем не менее я уже обязан начать рассказать о сегодняшней конференции. Наша конференция «Прогресс-софтвер. Яркие горизонты» начнется с общей сессии, где выступит, как я уже сказал, руководитель европейского офиса, он сейчас подойдет, Дэн Вейткус, вице-президент, и он отвечает, он один из трех людей, отвечающих за весь бизнес компании «Прогресс-софтвер» в глобальном масштабе. Он расскажет о видении компании «Прогресс-софтвер», что является сегодня доминирующим трендом, который определяет движение и развитие современного бизнеса и информационных технологий. Будет выступление известного человека, многие уже забывают, когда он появился в качестве представителя компании «Прогресс-софтвер» на российской земле, то есть история уже начинает смазываться, и даже он иногда не помнит, когда он приступил к работе на российской территории, и господин Лин Бьёрдвет, директор по развитию бизнеса. У нас сегодня конференция после окончания общей части, после небольшого перерыва на перемещение, разобьется на два потока. Поток, посвященный технологиям «Опен-эдж» и поток, посвященный новым технологиям компании «Прогресс-софтвер», вы это видите. И в этом году мы решили, мы размышляли достаточно много, и в общем, знаю, что аудитория смешанная, и многие из вас не любят маркетинговых заявлений, хотят больше конкретики. Мы решили добавить в конференцию элемент вот такого, не то, что того, что представляет непосредственно интерес. Что нового? Какие подходы, практические подходы? Каков опыт создания и эксплуатации приложений? И вот через призму вот этого взгляда на ваши потребности, на ваши пожелания и ожидания, мы хотели бы сегодня и провести всю нашу конференцию. Буквально несколько слов о том, что из себя будет представлять секция «Опен-эдж». Непосредственно, сразу после перерыва, представитель Европейского офиса, руководитель Европейского центра технической поддержки, Жан Ришер, здесь он находится справа, он расскажет о развитии продуктового направления «Опен-эдж». Что ожидает нас в ближайшем среднесрочном и долгосрочной перспективе касательно продуктов «Опен-эдж». А ожидает нас очень и очень интересное развитие продукта, связанное с увеличенным инвестированием его функциональности в его технологии. Затем выступят коллеги, которые мы сегодня специально пригласили в этом году еще раз, Дэна Формана, известного эксперта в области, он сидит вот там в дальнем ряду на галерке, но вы его увидите, эксперта в области администрирования баз данных и автора многочисленных книг по администрированию, которые расскажут о современных подходах к управлению сверхбольшими базами данных на прогрессе. Хотел бы также отметить, что Юрий Потемкин, известный эксперт в этой области, будет помогать ему с переводом, и это прекрасная возможность интерактивно общаться с клиентами. Вы услышите доклады ваших коллег. Валерий Башкатов здесь присутствует, будет руководитель сообщества «Прогресс», которое в этом году было создано. Это неформальная организация, имеющая целью просветительское движение и развитие сообщества «Прогресс». Он расскажет о технологиях, связанных с построением пластеров, с использованием «Прогресса» и с репликацией. В этом году выступит представитель компании «Ренессанс страхования» Дмитрий Лешафаев, один из известных активистов в области прогресса, и расскажет о интересных вещах, связанных с использованием продуктов «Прогресс менеджмент». У нас в этой же части мы решили включить доклад о продуктах «Экшенал» применительно к возможностям отслеживания работы компонент на «Опенедже» в распределенной соосреде. Это будет интересный доклад. И в этой же части наш спонсор, наш генеральный спонсор, компания HP, расскажет о современных аппаратных решениях от компании HP для банков и динамично развивающихся компаний на российском рынке. Это что касается первой части «Опенедж». У нас будет еще часть, посвященная новым технологиям от прогресса в ТВ. И здесь я хотел бы использовать такое слово «завораживающие интересные горизонты» будут открываться перед вами, когда вы услышите доклады, посвященные технологиям построения CEP-приложений. Приложений, ориентированных на, построенных на совершенно иных принципах обработки данных, обработки потоков временных данных, событий в режиме реального времени, поиска определенных соотношений, связей, совпадений и на основании этого принятия решений. А этот человек, Идрис Ян, который здесь присутствует, он расскажет о том, что такое CEP, как строятся приложения, связанные с обработкой потоков, и он расскажет об интереснейшем опыте построения системы персонифицированного взаимодействия с клиентами в компании «Токсел», второй крупнейший европейский оператор. И самое главное, что может быть всем вам интересно, потом вы можете задать вопросы или побеседовать в кулуарах, он являлся главным архитектором этого решения. Это чрезвычайно интересно. Следующий доклад, который вы услышите, будет посвящен новым технологиям от компании «Прогресс Софтвер», технологиям «Кортикон» для обработки бизнес-правил. Это новый подход к построению узкопроизводительных решений, где суть принятия решений, массовых вычислений, связанных с определением тех или иных правил, каких-то расчетов, выносится в виде внешних сервисов на специализированное ядро, которое производит высокоэффективную обработку этих данных. И для того, чтобы подчеркнуть значимость технологий для компаний «Прогресс Софтвер», мы хотели бы также в рамках нашей этой сессии на примерах из реальной жизни показать, как добиваются крупные компании успехов с этими технологиями. Сегодня у нас здесь на конференции, вы видели, уже будет выступление представителей логистически-транспортного центра города Сочи, Олимпийские игры, где, собственно, с использованием технологий компании «Прогресс Софтвер», «Соник Экшнл» была построена и введена эксплуатация информационного решения, инфраструктурного решения по поддержке задач, связанной с логистикой и транспортировкой пассажиров и грузов. Это очень масштабное знаковое решение, и представитель этого центра прибудет сюда, собственно, расскажет от первого лица, как они это делали. У нас будет очень интересный доклад, может быть, вы уже слышали, но в этом году он будет неким таким резюмирующим, с учетом того, что взгляд на опыт создания сервисной шины, самой большой в России сервисной шины предприятия в банке ВТБ, в втором крупнейшем различном банке, Владимир Крылов хотел резюмировать, сказать, что этот доклад будет неким взглядом уже с высоты и взглядом человека с опытом эксплуатации этого решения, о тех ошибках и о тех достижениях, которые были сделаны в рамках этого создания. Безусловно, мы расскажем еще о технологиях компании Progres Software, поэтому будем очень рады, если вы найдете возможным оставаться в течение всего дня и получить максимум информации, максимум открытой информации, да и доброжелательных ответов на все ваши вопросы. Естественно, по окончании нашего сегодняшнего мероприятия мы ждем вас на очень приятное событие, когда можно в неформальной установке на фуршете получить ответы на остающиеся вопросы, пообщаться с вашими коллегами и таким образом совершить сегодняшний замечательный день. Ну вот, пожалуй, и все. Единственное, что я, может быть, попрошу, не забывайте, пожалуйста, если у вас хватит сил заполнить анкету и сдать ее на выходе. И поблагодарив еще раз за то, что вы пришли, я хотел бы передать микрофон для приветственного слова господину Лину Бьертведу, бессменному руководителю направления Progres по региону СНГ и страны бывшего Советского Союза, а также ряду центральных европейских стран. Лин. Лин.